Сегодня у нас последняя глава, то есть мы с вами прошли три главы, прочитали довольно много текста. И здесь упоминалось как раз пять поруш и два творения, если вы помните, были вот эти два творения, упомянутое в очень таком интересном виде, то есть тад срэштва, тад ивану правиша, он сотворив это, вошел в него, тад ивану правиша, и войдя в него, сачат ячаба, оно стало этим и тем, так сказать, выраженным и невыраженным, локализованным и нелокализованным, распознанным и нераспознанным, истина стала истиной и неистиной. Потом шла, так сказать, текст, объясняющий, насколько блаженство соответствует нашему земному блаженству, стократно оно, так сказать, увеличивается. И вот подходим мы, наконец, к Багригу Вали, последняя часть. Я когда-то давно вам рассказывал, что вот Таитерия состоит из трех частей, очень похоже на Багавадгита, тоже три части. Первая часть, это принадлежащая карма-йоге, вторая часть в гакте-йоге, и третья часть в джиньяна-йоге, знания. Вот сегодня мы подходим к знанию. Знанию о пяти пурушах или пяти уровнях Брахмана. Ну вот, давайте тогда начнем. ОМ САХАНА АВАВАТУ САХАНА АУБХУНАКТУ САХАВЕРИЯМ КРВАВАХАЙ ОМ САХАНТИ, 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 САХАНТИ. САХАНТИ, 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 САХАН Продолжение следует... 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 Вот эти последние четыре составляют Брахма-Чатушпад. В других упанишалах Брахмане будет говориться, как Брахман на четырех ногах или столпах, падах. И вот эти четыре столпа, на которых он стоит в этом творении, в этом мире, это видение, слышание, слово и ум. И мы когда-то с вами рассматривали эту систему. Она довольно интересная, потому что вот эти четыре как раз и представляют, собственно говоря, перцептивные и активные функции сознания. Если Чакшух и Шротрам это перцептивные видения и слышания, то есть пассивные по существу, потому что они, так сказать, воспринимают реальность, то manas and vag, ум и слово, это активные их компоненты. Для слуха речь будет активным компонентом. То есть, если можно себе такое представить, слух это перцептивное, а речь это активная составляющая той же функции. То для видения активной функции будет мысль. То есть, если вы себе можете такое представить, как можно активно видеть. То есть, активно видеть это мыслить, активно слышать это говорить. То есть, вот эти четыре, собственно, составляют лишь видение и слышание функции. А вот аннам и пранам тоже, они составляют как раз третью функцию сознания. Это тактильную. То есть, тактильное слышание и видение. Вот эти три основных подхода к реальности. Они и сейчас признаются, собственно, в психологии, что есть лишь три подхода к реальности. Об этом говорил Ширио Рубинда, что есть лишь три подхода к реальности. Видение, слышание и касание. Ну вот, продолжим текст. Вот он ему сказал, вот эти шесть функций, это и есть, собственно, Брахман. Аннам пранам чакшух шротрам мановачам ити. Такам гувача. Он ему ответил. Ятова имани бхутани джаянти. Откуда все эти существа рождаются? Ена джатани дживанти, и чем они живут? Ят праянти абгисам бишанти, и во что уходят, с чем соединяются? Тад вичичня сасва. То распознай. Дословно, то желай узнать. То стремись распознать. Тад брахмэти. То есть Брахман. Вот его дефиниция Брахмана, Тваруны. Откуда все эти существа рождены? Чем они живут и куда уходят после смерти? То распознай, то есть Брахман. Откуда пришли, чем живут и куда уходят? Сатапо-тапьета. И вот он возгорел сатапосом. Концентрация сознания. Сатапос-таптва. И возгоревшись тапосом. Аннам брахмэти вьяджанат. Он узнал, что Брахман – это материя. Аннам. Аннадхива кхалвимани бхутани джаянти. Потому что из материи действительно все эти существа рождены. Аннэнаджатани дживанти. Это материя, и все эти существа живут. Аннам праянти. Абрисам бешанти. И в материю они все уходят после смерти. Тадвиджняя так распознал. Он снова приблизился к своему отцу Варуне и сказал. Адхихи бхагаво брахмэти. Научи меня, господин Брахман. Тагангувача. Тот ему сказал. Тапоса брахма беджизняасасва. Распознай Брахмана тапосом. Тапо брахмэти. Брахман это тапос. Сатапо тапьета. И он возгорел с тапосом. Сатапо таптва. И возгоревшись с тапосом. Прану брахмэти вьяджанат. Он узнал, что прана это брахман. То есть обучение состояло только в том, что он должен был использовать тапос для распознания, что такое брахман. По самой дефиниции это брахман и есть тапос. И есть, собственно, эта концентрация сознания. И этой концентрации сознания, так сказать, он и узнал, что такое брахман. То есть интересно это тем, что брахманом и можно узнать о брахмане, а не каким-то другим способом. То есть нет способа узнать о брахмане другим, чем брахманом самим. Здесь такая подсказка какая-то. Если тапос это брахман, то узнать о брахмане можно тапосом. Прана дьева кхалвимани бхутани джавянти. Потому что из праны действительно все эти существа рождены. И праной они по существу живут. И после смерти они уходят в прану, в витальную энергию. Тадвиджиняя распознал так. Пунарева варунам петараму пасасара. Снова он приблизился к отцу своему варуне и сказал, Адхиги бхагаво брахмэти. Научи меня, о блаженный господь брахману. Там говача. Он ему сказал, Тапоса брахма виджиняя сасва. Распознай или стремись узнать брахмана тапосом. Тапо брахмэти. Потому что брахман – это тапос. Сатапо тапьета. И он возгорелся тапосом. Сатапос таптва. И возгоревшись тапосом, ману брахмэти бьё джанат. Он распознал, что брахман – это ум. Мамас. Манасо гьева кхалвимани бхутани джайанти. Потому что все эти существа рождены из ума. Манаса. Джатани дживанти. И умом они живут. Манах праянти. Абисам вишанти. И после смерти уходят в ум. Тадвиджиняя, так распознав Пунарева Варунам Питарам Умпасасара, он снова приблизился к своему учителю, к своему отцу Варуне. И сказал, Адхихи бхагаво брахмэти. Научи меня, облаженный Господь, брахману. Тамго ваача. И тот ему ответил. Тапоса брахма виджиняасасва. Стремись распознать брахмана тапосом. Тапо брахмэти. Потому что брахман тапос. Сатапо тапьета. И он возгорел сатапосом. Сатапас таптва. И возгоревшись с тапосом, виджнянам брахмэти. Виджнянам брахмэти. Виаджяна. Он распознал, что брахман – это супраментал. Виджняна адхевакхалвимани бхутани джаянти. Потому что из супраментала, конечно же, все эти существа рождены или рождаются. Виджнянния наджатани джейванти. И рожденные они живут супраменталом. Виджнянам брахмэти. Абхисам брахмэти. И после смерти все уходят в супраментал. Тадвиджнянния так распознал Пунарева варунам питарам опасасара. И снова он приблизился к своему отцу варуне и сказал Адхихи бхагаво брахмэти. Научи меня, облаженный Господь, брахману. Тагамховача. И он ему ответил Тапаса брахмавиджиджнясасва. Распознай брахмана тапасом. Тапо брахмэти. Брахман есть тапас. Сатапо тапьета. Сатапас таптва. И он, возгоревшись тапасом, Анандо брахмэти вьяджанат. Распознал брахмана как Анандо, как блаженство. Анандо дхиева кхалвимани бхутани джайанти. Потому что все эти существа рождаются из блаженства. Анандэна джатани дживанти. Блаженством они живут. Анандам праянти. Абисам вишанти. И в блаженство все уходят после смерти. Сайша бхаргави варуми видья парамэйвйоман пратышчхита. И это и есть знание бхаргави в сына вороны. Парамэйвйоман пратышчхита. Знание, что утверждено в высшем небе. Саяэвам веда. Тот, кто знает это так, пратышчхати утверждается. Аннаван аннадо бхавати. Он становится обладателем материи, поедателем пищи. Маган бхавати. Он становится великим. Праджая пашубхи. Брахмавар часыгна. Он становится, так сказать, великим в обладании всеми существами и светом Брахмана. Маган, Киртья, велик славой. Ну вот такой вот пассаж очень важный у пяти уровнях сознания. Он уже как бы по-новому пересматривается здесь с точки зрения Брахмана. Вот эту последнюю фразу Ананда, Дхива, Кхалвимани, Бхутани, Джаянты. Шри Рубин тоже использует в своей литературе в Лайф-Диване, говоря о том, что все эти существа рождены из Ананды и в Ананду уходят. То есть Ананда, собственно, есть трансцендентальный мир за супраменталом, как бы садчит Ананда, так как Ананда уже представляет и сад, и чит вместе. Это и есть, собственно, результат их бытия. А потом идет пассаж очень интересный о материи. И он, наверное, в каком-то смысле очень точно уже по-новому отражает ведийскую парадигму трансформации материи. Аннамнаниндиад Тадвратам Нельзя порицать пищу, потому что таков закон. Дословно, материю, собственно, не только пищу, но материю. И вот тут объяснение такое идет, почему это так. Прану вай аннам Потому что анна – это прана, это жизненная сила. Шарирам аннадам, а наше тело – это поедатель пищи. Праней шарирам протышцитам. В пране витальной силе тело установлено, утверждается. Шарире прана в протышцитах, а в теле прана утверждена. Тадетат аннаманне протышцитам. И таким образом эта материя в материи утверждена. Вот это интересная парадигма, которая сразу так не видна. Вроде как повторения идут, какие-то одно в другом утвержденные. То есть, если материя, собственно, пища, поддержка от, собственно, физического бытия – это есть прана, а само тело есть поедатель этой праны, то есть, что мы поедаем в нашем теле – это не пищу, а, собственно, прану. То есть, мы едим жизненную силу. Пища – это носитель жизненной силы, которая нам нужна. Энергия, а не сама материя. Материя – это же носитель этой энергии. То есть, тело есть поедатель этой пищи, которой есть прана. А в пране утверждено само тело. То есть, если нет праны, тела не будет физического. Но в самом теле утверждена эта прана, то есть, находится прана, потому что оно есть, собственно, удержатель этой праны, для которой оно ест эту вещь, которая есть носитель праны. И таким образом пища утверждена в пище. Или материя утверждена в материи. Научное видение, собственно говоря, как материя, каким образом материя удерживается в материи. Но, может быть, наука до этого еще не дошла. Увидеть это, как материя поедает материю и содержится в ней этим образом, потому что в ней есть прана. Если бы праны в ней не было, этого движения бы, самопоглощения материи, не было бы. Не было бы поедания материи материи. Мы бы не ели ничего и никого. Никто бы никого не ел. Потому что там бы не было праны. Сая этот аннаманны протышчетам веда, и тот, кто видит и знает эту материю, утвержденную в материи, протытышчетти, утверждается сам. Аннаван, Аннадо, Бхавады, он становится обладателем и поедателем пищи. Маган, Бхавады, Праджая, становится великим своим потомством и Брахмаварчасээна, и светом Брахмана, Магамкирдья, велик славой. Аннамна паричакшиэта, тадваратам, таков закон, пускай он не отвергает пищу. Апова аннам, потому что пища или материя, это воды. Джотир аннадам, а свет, это поедатель пищи. Апсудь джиоти в протэштитан, в водах, свет утвержден. Джотиш япа в протэштитага, на сами воды утверждены в свете. Этат аннаманне протэштитан, и таким образом, сама материя утверждается в материи, то есть свет и воды. Сая этат аннаманне протэштитан в веда, тот, кто знает, таким образом, пищу, утвержденную в пище, протэштитэ утверждается. Вот это интересно, то, что здесь уже идет переход от одного уровня, может быть, и от материального, собственно, уровня, поедания пищи, то прана и аннам к уже такому космическому как бы видению материи, уже целого космоса. И третий уровень появится. Аннам багу курвито, тад вратам, умножай материю дословно. Умножай материю, такой закон. Противиева аннам, потому что материя или пища, это земля. Акашу аннадага, а пространство или небо, это поедатель пищи. Противиама акаша в протэштита, и небо утверждено в земле. Акаши противи протэштита, и в небе утверждена земля. Тады этот аннаманны протэштитам. Так утверждена материя в материи. Сая этот аннаманны протэштитам в эда. Тот, кто знает эту материю, таким образом утвержденную в материи, протэштитам утверждается. И снова весь пассаж аннаваннаннадо в бхарвате становится обладателем и поедателем пищи, великим светом брахмана и славой. Накончана васатал протьячакшитататат вратанн. Пускай он не отвергает никого в своей обители. То есть, в принципе, кто бы ни пришел к тебе, собственно, в твою обитель, как гость, не должен отвергаться. Я думаю, здесь более такое символичное, более глубокое значение, которое как бы скрыто, и сразу не увидите. Давайте-ка я лучше это прочитаю отсюда, потому что здесь идет интерпретация. «Никого не отвергай в своей обители, ибо и это тоже твое наставление к труду». То есть закон. «А потому любым способом обрести ты должен себе большой запас пищи». Говорят постороннему в жилище «вставай, пища готова». Да, ну вот здесь идет совершенно символический смысл, а вот можно его перевести именно таким способом, более прагматическим. То есть, как и здесь переведено, говорят постороннему в жилище «вставай, пища готова». «Была ли пища готова в начале?» Тоже интересный вопрос. Ему пища готова и в начале. «Была ли пища готова в середине?» Ему пища была готова и в середине. «Была ли пища готова в самом конце?» Ему пища готова и в самом конце. тому, у кого есть это знание. То есть что имеется в виду, это очень такая интересная вещь, мне кажется, здесь есть над чем подумать. Что это за пища, которую готовят в начале, в середине, в конце, и она всегда есть для того, у кого есть это знание. Такие, как преуспевание в речи, как обретение обладания в главном дыхании, в пране и нижнем дыхании, апане, как работа в руках, как движение в ногах, как испражнения, как человеческие способы познания. То есть все, собственно, кармендрии, здесь упомянутые кармендрии с точки зрения тех самых функций сознания, которые мы упоминали в санке уже, они очень важны для удержания материи. Они, собственно, ее удерживают, кармендрии. Вот это движение в руках, ногах, испражнения, и породительные органы, и речь. Вот эти пять, кармендрии. Вот здесь они все упомянутые. Конечно, когда переводят один в один, то получается немножко такое сложно это понимать. Затем божественные функции, такие как удовлетворение в дворежде, как сила в молнии, как великолепие в тварях, по-русски звучит это все, конечно, ужасно, как яркость в созвездиях, как деторождение и блаженство, и смерть, побежденное в органе удовольствия, как все в эфире. Ищи его, как прочную основу сущего, и ты обредешь себе прочную основу. Окей, я вот это все... Вот видите, как оно... Если человек читает это в русском переводе, такой текст, у него совсем заезжает ум за разум, и он, собственно, больше к этому тексту и не вернется никогда. Прочитав такой текст, ему не захочется больше ничего знать о упанишадах. И такое часто бывает, потому что все переводы упанишад на другой язык, если они, собственно, берут эти первые значения со словаря, то получается такой перевод. И это очень сложный текст. Здесь я бы его, как бы... На него нужно потратить больше времени, мне кажется, может, чтобы с ним разобраться и объяснить саму символику этих всех вещей, которые здесь упомянуты. Мне нужно уходить в этимологию каждого слова, и поэтому просто займет очень много времени. Что такое йога кшема, что такое кшема, что такое прана, пана. Карме тихаста йогу. И в руках это карма. Йога кшема это в дыхании и выдыхании. В слове это кшема. Сама кшема это, если глянуть на него в словаре, то, оказывается, этот корень кши, даже не знаю, как перевести. Safety, peace, rest, security. Ну вот такое благостное пребывание дома, как бы это можно сказать. Благостное пребывание в своей обители. То есть кшема, благостное пребывание в своем доме, это в речи. Благостное, то есть йога кшема, это уже в дыхании. А вот карма в руках, движение в ногах, освобождение себя от личной материи в испражнительных органах. То, что мы выбрасываем из своей системы, что нам уже не нужно. И димануши, и сама очня. А такие есть главное понимание человеческих функций сознания. То есть вот они идут все основные пять кармендрий. Руки, ноги, слово и органы. Тут только не упоминаются детородные органы, только испражнения. А, собственно, если бы детородные упомянулись, то это были бы пять, собственно, кармендрий. Те самые функции сознания, которые, функции действия, которые в Ригведе будут описаны как панис. Как вот те самые антибожественные силы, которые захватывают наш свет. Это довольно интересная вещь, потому что вот эти панис, они, собственно, и создают основную проблему для нашей йоги. Их активность и, собственно, перекрывают перцептивность божественного для нас. Вот эти пять, которые здесь упомянуты. В Ригведе они идут под названием панис. И Шриубинду дает объяснение этого явления. Он говорит, что это все пять, связанные как раз с этими органами. С детородными, с паюс. Он говорит, что все они одной этимологии даже. Такие как, например, пани, рука, пада, нога. Заметьте, везде па, пани. Пада, пани. Даже он говорит паюс, вот это вот испражнение, органы. И даже пенис, он говорит, пенис, это тоже связано именно с пан. Только он в санскритском языке ушел, этот корень, а в латинском остался. Он говорит, все эти кармендрии, они связаны как раз с этим производством, собственно, активности в теле. И через эту активность, вот эти кармендрии, активные индрии, индрии действия, свет как раз и перекрывается. Наша перцепция, то есть узнавание света, связь с нашим сознанием перекрывается именно ими. И в рекведе они названы панис. Они крадут цвет и прячут его в пещере подсознательной. Это с ними встречается индра, и он, так сказать, сарама сначала их находит в пещере, обращается к ним, чтобы они вернули нам наше богатство, то, что они накрали у нас и спрятали в пещере. То есть все наши перцепции, все наше понимание и знание самих себя как божественных, но они отказываются это делать, и тогда приходит индра, и он, так сказать, разбивает их пещеру, уничтожает, собственно, всех там врагов. Шевбинда говорит, что панис — это, собственно, наши не враги, а как бы они окутаны этим неведением, они как бы выросли из самого неведения и не знают, как себя по-другому вести. Вот эти акции индрии, которые выросли, собственно, из тела. У них источник совсем другой, то есть неведение. И отсюда они еще просто не знают, как себя повести со светом. То есть они крадут этот свет, но ценности его не знают. Они знают, что это ценно, но какая ценность, они разобраться не могут. Шевбинда называет их «траффикерс», то есть это «трейдерс», те, которые, собственно, продают. Они купцы. Они перепродают свет, не зная его цены. Вот это наши кармендрии. Вот они все здесь упомянуты. То есть если разбираться с этим текстом, здесь очень много всего интересного, но если его переводить так дословно, то получится «абракадабра». Атхадайвиги. А вот божественные. Это были человеческие упомянутые кармендрии, а вот божественные кармендрии. На это тоже стоит обратить внимание. Я не могу проинтерпретировать все, но хотя здесь очень интересно тоже. «Триптиги» ити врыштал. В дождя утверждено вот это наслаждение или как бы «сатисфэкшн», да, «триптиги». «Баламити виддиюти» — сила в молнии. «Яша» ити пашушу. А вот в сознательных существах, обладающих перцепцией, «яша» — слава. «Джотир» ити на кшатрышу. А в созвездиях — свет. «Праджаты амританананда итиупастхи». А в самом детородном органе блаженство и порождение потомства и бессмертия. Вот так виделось, собственно, порождение потомства, как бессмертие, как поддержание бессмертия и блаженства. Это тоже довольно интересно, потому что этот взгляд поменялся очень радикально в послеведийский период, когда была утеряна вот эта связь видения всего как божественного. «Сарвамитья акаши» — все находится в пространстве. «Яд пратиштха итиупаси» — это «пратиштха ваан бхагавати». И тот, кто почитает это как основание, как основу, становится обладателем этой основы, этого утверждения. «Танмага итиупаси» — если он почитает это как великое, он становится великим. «Маган бхагавати». «Танмана итиупаси» — если он почитает это как ум, «Манаван бхагавати» — он становится обладателем ума. «Таннама итиупаси» — если он почитает это как «сорендэ», как самоотдачу себя. Нам яндеис май камах. Его почитают все желания, приходят к нему и поклоняются ему. Тад брахмэтью пасито. Если он его почитает как брахмана, он становится обладателем брахмана, брахмаван бхавади. Тад брахмана в паримарайтью пасито. Если он почитает его как смерть, тогда парьенам ренте двишантах сапатна. Все, которые против него, враги, умирают вокруг него. Париеприя брат рвя. И все те, которые ненавистные ему, близкие. Вот такой странный, архаичный текст о материи, который, собственно, очень трудно увидеть и понять, о чем идет речь, потому что подразумевается целая какая-то философская доктрина материи, ведийская, вот в этом тексте. Никто его, собственно, не разбирает, никто его много на нем не останавливается и не комментирует, потому что он очень такой мистический и непонятный. Я тоже его, так сказать, все время вскользь читал, и никогда особенно на нем не останавливался. Вот сегодня я призадумался, что здесь скрыта какая-то мистерия самой материи. Потому что вот эта таитерия, она будет как раз об этом преобразовании материи духом. Вот вы увидите, как она закончится сейчас, и поймете, почему я так говорю. Вот я сейчас прочитаю сначала с акцентом, а потом переведу. САЯСЧАЯМ ПУРУСЕЯСЧАСАВАДИТЬЯСАЕКАХАСАЯЕВАМВИТАСМАТЛОКАТПРЕТЬЯМ ИМАНЛОКАН КАМАННИ КАМАРУПИЯНУ САНЧАРАНН ИТАТСАМАГАЯН НАСТЕ АВОК 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот конец Упанишады. Тот, который в солнце и в порушен один, кто так знает, уйдя из этого мира, который в солнце и 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 в солн Он следует в этих всех мирах, движется во всех этих мирах, принимая любую форму и наслаждаясь любыми, вкушая по желанию любую пищу. И этот сам Агайя Насте, так сказать, двигаясь в этих всех мирах, он сидит неподвижно и поёт этот гимн. То есть он сидит неподвижно и двигается во всех этих мирах, принимая любую форму и вкушая любую пищу. Сидит и поёт эту песню, этот гимн. Гаву, гаву, гаву. Это гаву невозможно перевести, это просто слоги. Агаманнам, я есть пища. Агаманнам, я есть пища. Агаманнам, я есть пища. Трижды. Агаманнадо, я есть поедатель пищи. 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 Я ист составитель гимна. Я ист перворожденный истины. Рожден до богов, в центре бессмертия. Йо маададати, кто меня жертвует, саидей ва маавага, тот меня увеличивает, поддерживает. Ам аннам, я ист пища. Анна маданта мадми. Я ист пища, которая поедает поедателя пищи. Агам вишвам бху ванам абья бхавам. Я превзошел весь мир. Сувар на джиоти. Как золотой свет. Я ист пища, тот, кто знает так, иди оба нишат. Такова опанишада. Ну вот заканчивается опанишада. Таким мистическим текстом. Вещи, материи. Вы сразу можете увидеть и ощутить, что все идет речь о каком-то важном знании, воплощении в материи божественного. Насколько была важна материя и вот этот процесс воплощения божественного в материи. Насколько это все знание было потом утеряно. Ну вот я здесь останавливаюсь и открываю микрофоны для ваших вопросов или наблюдений. Может быть, каких-то важных. Вы можете тоже использовать знания Шри Рубинда. Может, какие-то ассоциации тоже. Новые мысли. Сама постановка вот такая. Она создает очень интересное давление на физику. То есть на физическом плане сразу начинаются какие-то перетурбации. Начинается ощущаться присутствие Духа в самой физике. Начинается какой-то контакт. Потому что физика рассматривается как раз с точки зрения, собственно, вот этого процесса рождения божественного. То есть его манифестации. Только в этом смысле. И как сад. Как сад Поруша. Или как сад Брахман. Как божественное бытие. Которое, собственно, таким образом себя проявляет. Да, это замечательный вопрос. Спасибо, Людмила. Потому что, собственно, на этом и строится все это знание. Это и тереи тоже о том, что материя содержится в материи. И это и есть божественное бытие. Только мы этого не видим. Пока не видим. Но потом мы это увидим. И у нас кармендрии займут свое правильное место. Да, я очень много об этом думал. На этом, собственно, и жирится весь проект Ауровиля. И карма-йоги. И что такое карма-йога. Как ее делать. И почему Шри Кришна говорит в гейте, что карма-йога – это давно утраченное знание. То есть, вот, то давно утраченное знание. Это как раз было. И вот в этой части он как раз будет говорить о жертвоприношении. Потому что жертвоприношение и было, собственно, тем актом карма-йоги, постоянно трансформирующим наше бытие, так сказать, движением этого божественного сознания. Но получилось так, что вот эти кармендрии, они, собственно, действительно перехватывают нашу перцепцию глубинную. И не дают нам возможности быть активными и перцептивными одновременно. Мы не можем, как бы, двигаться и там работать. И в то же время, как бы, осознавать божественное. Оказывается, это довольно трудно. Если не невозможно, да. И поэтому были отработаны все эти, ты очень правильно говоришь, все эти формы йоги. То есть, нужно было уходить в статическую медитацию. То есть, в статическую имеется в виду прекратить всякое движение вовне. Ты замираешь, руки-ноги успокаиваются, ничто не движется, ничто не активничает. Ты не говоришь, закрываешь глаза и уходишь в какие-то глубины сознания. Только таким образом можно было выйти, так сказать, на эту перцепцию божественную. Через остановку всех активностей. То есть, либо активность, либо божественная. То есть, либо внутреннее сознание, либо вот внешняя активность. Вот выбираем. Мы не можем сохранить обе одновременно, почему-то. Отсюда и произошло это разделение на восток и запад. То есть, восток удержал внутреннюю перцепцию, отказался от внешней активности и потерял, так сказать, контроль над внешним сознанием, над физическим сознанием. Мы видим, что происходит в Индии. То есть, они действительно потеряли этот контроль над физикой. И западная цивилизация, где забыли внутреннюю перцепцию, но довольно хорошо этими кармендриями, этими панис, удержали контроль над внешней материей. Вот идеал карма-йоги с этой точки зрения уникален. И действительно, ничего более интересного и более, так сказать, интегрального найти нельзя. То есть, это древний ведийский идеал, где вот эти две формы сознания сосуществуют. То есть, было предложено, например, так сказать, помни и предлагай. То есть, помни и предлагай – это просто самый, как бы, простой способ начать карма-йогу, как бы. Шри Рубинда объясняет это немного по-другому в повитре. В повитре его спрашивает то же самое. «Когда я в медитации, все прекрасно. Когда я выхожу с медитации и начинаю жить, я забываю, говорит он, о божественном. И тогда у меня, если у меня есть какие-то интересные мысли, какие-то математические проблемы я должен решить, он так и говорит, то у меня ум срывается, и уже я все забыл, и уже начинаю заниматься тем, что мне интересно, что уму интересно. У нее нет уже больше там этой перцепции божественного. Уже начинается совсем другая какая-то вещь. Он спрашивает Шри Рубинда, как вот сохранить вот это сознание медитационное в работе, в акции, в действии, в жизни. И Шри Рубинда дает ему очень хороший совет. Мне кажется, он примечательен в этом смысле, что он говорит, вы начинайте с малых действий, с механистических. Удерживая это сознание в медитации, вы переносите его в активности внешние, которые должны быть как бы механистическими в начале. Потому что трудно удержать обе формы, если будет очень интересное задание, или там зачитался в книжке, или смотришь кино, уже все забывается. То есть мы уходим в другую как бы жизнь внешнюю. То есть в этом смысле, конечно, вот этот перенос, очень плавный перенос медитационного сознания в активности жизни, собственно, и этим они и занимались вашими. Поэтому все эти профессора, им дана была работа мыть посуду в дайнинг-гоул. Почему мыть посуду? Это не потому, что, собственно, как бы унизить его, с его, так сказать, интеллектуальной активности до какой-то такой примитивной работы. Это для того, что вот эта механистическая работа с концентрацией медитативной могла бы ему помочь вынести и оккупировать вот эти районы пани, из вот этих кармендрий. Чем занимался Шри Рыбинда? Мы это уже упоминали. В своей медитации он ходил, он проходил целые дыры в полу. Вот это он вносил, вот эту силу в кармендрии, божественную силу. И тем самым пробивал для нас, собственно, для всех, для всего человечества возможность вот этой трансформации, акции в жизни. То есть это вопрос фундаментальный для интегральной йоги. Не очень просто его решить. Очень сложный вопрос. Как удержать обе формы? Да, да. Они торговцы. Да, Шри Рыбинда говорит, они действительно торговцы. Они все время торгуют. Вот если вы заметите, то торговцы это люди, которые не понимают, чем они торгуют. Им не нужно знать, что это такое. Им важно, а им важно, да, ну, есть с кем торговаться. Они тоже торгуются даже с Саромой. Они вообще со всеми торгуются. А это постоянно идут торгаши. То есть это за это. А что если это за это? Где моя прибавочная стоимость? За это все. Я на этом живу. На прибавочной стоимости. Я ничего не произвожу. Взял одно, перепродал другому. И вот живу. Вот так. То есть, собственно, они не есть производители. Они не есть производители этого света. Они даже не понимают его ценности. Но они хотят на этом заработать себе дивиденды. Здесь какая-то более глубинная философская проблема нашего бытия. Почему они вообще там? И что, в какой смысл, какая задача их, собственно, хранить этот свет в пещере несознания. И вообще перехватывать свет. Зачем они делают нас как бы несознательными, а божественно. Наверное, есть какая-то важная функция в этом. Не знаю пока, как это сказать. Но я чувствую, что там что-то очень важное в этом есть. Функционально. То есть, они разрешены для такой, собственно, акции. У них есть своя легальная функция в построении этого мира. То есть, своим несознанием они перекрывают. Кстати, в Ригведе Риши часто упоминает панис в этом контексте. Например, в гимнах Заре Риши говорит, Заря, приди к нам, то есть, освети наше сознание. И пускай панис спят, пока ты будешь приходить. Потому что, если они пробудятся, они захватят свет. И тогда снова не будет Зарей. То есть, чтобы присыпание панис уже начинается в Ригведе. Чтобы они не активничали. Но вы замечали, наверное, в жизни, когда мы начинаем активно двигаться, разговаривать руками-ногами и всеми остальными движениями нашими, то у нас, как бы, вот эта перцепция Божественного, она уменьшается. Правда? Мы становимся активными и забываем. То есть, исчезает связь, вот та перцептивная связь с внутренним миром. Это обычное такое движение. С кем они торгуют? Да, Марина, они торгуют со всеми. Торговцам все равно, с кем торговать. Со всеми. С Божественными силами, с небожественными силами. Со всеми, с кем можно торговать. Но они никогда не отдадут этот свет. Это эти богатства, которые у них там накоплены. Кощей над златом чахнет. Вот это злата, над которыми они чахнут. Их нужно просто, индра должен прийти, божественный ум, и расколоть ту пещеру своей молнией светоносной, божественной. И освободить тех заложников, которые там сидят. То есть все эти божественные коровы, все эти светоносные, должны выйти и, так сказать, подняться ввысь. Своими стадами светоносными должны отправиться к Солнцу. И в той пещере там скрыто само Солнце, и новое небо, которые, собственно, должны быть освобождены. И вот Панис там работает над этим. Это работники, которые захватывают этот свет. Именно так. Ты правильно говоришь, кстати, самое удивительное, что Шио Бенда тоже говорит, что Панис — это не враги. Это не вритры и там врики и всякие ракшасы. Это не этот тип. Они просто несознательны. И действительно их нужно переквалифицировать. Они должны стать на сторону божественного. Когда это произойдет, именно в этом. То есть просветить эти кармендри. Если они станут просвещенными, у нас будет перцепция божественного в действии. То есть сама динамическая истина будет иметь возможность проявиться. Да. Спасибо. Ну, ладненько тогда. Спасибо за такой хороший фидбэк. Я тоже очень рад, что оно так было нужно и важно. Я тоже думаю, что это очень важные тексты вообще для всякого человека на этой планете. Собственно, думаю, что Упанишады — это один из самых великих синтезов, как говорит Шио Бенда. Гита, Упанишады и Веда. Вот эти три великих синтеза. Ну и тантра, конечно. Тантрийские тексты — это очень тоже интересное явление. Великий синтез. И Шри Рубинда тоже пришел и дал нам интегральную йогу. Тоже великий синтез. Ну, мы перейдем к Веде. Сейчас от Упанишад. Гита не является нашей задачей. А вот Веда — это самый первичный синтез. Можно сказать, самый великий. И там действительно, там уже целый океан какого-то совершенно бесконечного знания. Здесь оно все как-то оформлено в слово такое близкое к нам, ментальное слово. А там будет еще более проблема с этим, с метафорами, с видением, с символизмом. Ну, будет чувствоваться присутствие постоянно. Причем очень мощно. И те, которые занимаются Ведой долго, уже потом, когда переходят к Упанишадам, они как-то чувствуют себя умоленными в каком-то смысле. Потому что Веда — это действительно великий океан. И вы сами это увидите сразу. Ну, будут проблемы с символизмом. Вот нам придется их решить. Но нам Шири Рубинда поможет с его... Он дает нам ключи к этому, к прочтению ведийских гимнов. Ну, хорошо, друзья. Тогда я на сегодня закрываю, закрою мантры, и мы встретимся с вами в следующий раз. Начнем с гимнами мистическому огню. Первый гимн Ригведы. ОМ ОМ ШАНТИ 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 Продолжение следует...